Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Лидия Романченко. Смотрите выпуски. Ростовский музей изобразительных искусств отмечает 80-летие. Мы должны применять все меры воздействия на этих бизнесменов для того, чтобы, если хотите, и остановить деятельность этих учреждений. Давайте-ка добавим здесь оборотов. И всем просто скажем, друзья, закон принят, он должен выполняться. Иного акта на территории Ростовской области по отношению к продаже КДН-содержащих просто нет. Число оштрафованных за незаконную продажу КДН-содержащих препаратов за последние три месяца выросло втрое. Полиция вместе с Ростздравнадзором и арбитражным судом выработали модель применения закона, по которой недобросовестную аптеку можно закрыть на 90 дней. Три таких дела уже в суде. Говорили сегодня и о реабилитации наркоманов. Ежегодно на эти цели выделяется больше 6 миллионов рублей. Выдаются сертификаты на лечение. По данным Минздрава, 57% пациентов реабилитационных центров возвращаются к нормальной жизни. Размеры премий призерам спортивных соревнований и чемпионата профмастерства среди инвалидов определили сегодня в областном правительстве. И наградить есть за что. 96 медалей взяли в этом году донские спортсмены и 12 победителей в Обилимпиксе. Четверо из которых, кстати, стали призерами и на всероссийском уровне. Золото, серебро и бронза медалей спортивных соревнований отольются премиями чемпионам, призерам и их тренерам. Более 7 миллионов рублей отпущено на поощрительные выплаты из областного бюджета. Премии получат 86 человек, из них 47 спортсменов и 39 тренеров. Общая сумма премии, премиальных выплат составит более 7,2 миллионов рублей. Денежную поддержку получат и победители чемпионата «Амбилимпикс» – конкурса профессионального мастерства среди студентов с ограниченными возможностями здоровья. Он прошел в Ростовской области достаточно успешно, уже в третий раз. И по его результатам победители и наставники получают премию губернатора. Победители получают 25,200 и 20 тысяч получает наставник, подготовивший этого победителя. А вот профессиональное мастерство спасателей еще предстоит испытать. Накануне новогодних праздников будут смоделированы чрезвычайные ситуации и пройдут учения по их ликвидации. Сначала в муниципальных образованиях, а региональный итог готовности к пожарам и заносам на дорогах, к сбоям водоснабжения и работы транспорта подведут 21 декабря. Учение – это всегда несколько тревожно, когда появляется много машин, много людей. Сирены. Сирены гудят, правильно. Мы проверяем систему оповещения населения. Поэтому надо правильно к этому и спокойно пока к этому относиться. А для морального стимулирования людей экстремальных профессий учреждается звание «Лучший спасатель Ростовской области». За качество и стаж работы его впервые получат 10 человек. Отдельно на заседании было рассмотрено по всем направлениям состояние дел в Матвеево-Курганском районе. Особенно настораживает убыль населения. В связи с чем принято решение выявить и устранить причины того, что смертность превышает рождаемость. Татьяна Бочарова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Два золота привезли дончане с национального чемпионата Обилимпикс. Конкурс профмастерства среди инвалидов и лиц с ограничениями здоровья проходил в Москве на ВДНХ. Победителем в компетенции разработка программного обеспечения стал студент Новочеркасского технологического техникума-интерната Александр Спиридонов. А в торговле первое место также у новочеркасца Максима Бондаренко. Несмотря уже на тот опыт, который я имею, было достаточно интересно посоревноваться, ну точнее попробовать свои силы с людьми, да, с похожей специальности, да, похожей сферой работы. Вот, поэтому, ну, как минимум было интересно, как максимум хотелось бы, чтобы в прошлом, в следующем году наша область представила более широкий спектр специальностей. Есть у нашей команды и две бронзы. В компетенции «Ремонт обуви» отличилась Ксения Милетинская, опять же, из Новочеркасского технологического техникума. А в кулинарном деле на третьем месте Анастасия Бочарова и Илона Понян из Таганрогской школы. Интеллектуальное уличное освещение, Wi-Fi-модули для нахождения свободных парковочных мест и регенерация энергии. Высокие технологии способны сделать город умным, а жизнь в нем комфортной, утверждают участники Международной конференции «Цифровизация городского планирования и управления». Получать электроэнергию от Солнца уже сегодняшний день, хотя лучи небесного светила пока используются неактивно. А умный город возможность воспроизводить зеленую энергию и при этом экономить не упустит, уверяют эксперты. Дорога к этому видна, осталось по ней пойти. Только сначала решить ряд проблем. Например, усовершенствовать законодательство, чтобы наладить обмен информацией между потребителями, ресурсными и сетевыми компаниями. Как только будет наведен порядок сначала в законодательстве, потом в учете, наступит эра более-менее прозрачной информации в потреблении электроэнергетики. Соответственно, это снизит потери, снизит воровство. И дальше можно будет заниматься так называемой распределенной генерацией, которой тоже сейчас много говорят, когда у нас потребители становятся не только потребителями, но и, например, производителями электроэнергетики. Умнеть мечтает не только энергетика. Технологии готовы прийти во все сферы городской жизни. И теперь задача – впустить их на улицы. Взял опыт Гонконга или взял опыт Лондона – это бессмысленная абсолютно деятельность. Нам предстоит свое, все изобретать, внедрять. Тем более, еще раз хочу сказать, что основа есть мы не совсем уж как бы в 20 веке. О своих изобретениях здесь дискутируют российские и зарубежные эксперты. Конференция «Цифровизация городского планирования и управления» собрала урбанистов, разработчиков информационных систем и технологий, представителей власти и науки. Мы сейчас используем много модных слов, которые вышли из терминологии профессиональной среды. Так называемые «умные города» и прочее. Но действительно понять, как применять, как внедрять технологии с пользой – вот вопрос, который мы здесь поднимаем. Участники конференции отмечают – цифровые технологии уже внедряются во многие сферы жизни Ростова. «Умный город» – одно из направлений федеральной программы «Цифровая экономика». Виктория Щетинина, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Товарооборот в интернет-магазинах трудно проконтролировать. Проблемы мониторинга электронной торговли министр экономразвития региона поднял на конференции статистика как инструмент принятия управленческих решений. Эта конференция стала частью второго открытого российского статистического конгресса. Представители власти, статистики, экономисты обсудили вопросы цифровой экономики и доступа управленцев к базе данных. Мы получаем данные, они нужны здесь и сейчас для принятия решения, для прогнозирования, про постановки целей стратегических, тактических этих данных нет. И по целому ряду информации это запасывает. Частично этот вакуум решается региональными дополнительными наблюдениями, статообследованиями. Часть – это просто вне сил и органов статистики, и вообще вне сегодня сил сектора госуправления. Участники круглого стола делились опытом использования ресурсов Росстата в своей работе. Замруководителя Федеральной службы госстатистики отметил, что информация от выборочных обследований по разным направлениям в регионах недостаточно для принятия важнейших решений. Это переписи и микропереписи. Ну вот мы сейчас, да, только этот ресурс, только эти мероприятия позволяют нам формировать данные по муниципальному образованию. По итогам обсуждения участники конференции подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам формирования, актуализации и использования региональных информационных ресурсов, а также организации проведения на территории Ростовской области всероссийских переписей и обследований. Предложено при принятии управленческих решений использовать единую межведомственную информационно-статистическую систему и базу данных показателей муниципальных образований. Юлия Сурикова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Он начинался в 1 мая 1920 года как Донской музей искусства и древностей. Но то была доисторическая древность, а официальным годом открытия стал 38-й. Именно тогда он заявил о себе как Ростовский областной музей изобразительных искусств. И потому сейчас празднуют 80-летний юбилей. Полотна Репина и Сурикова, Левитана, Айвазовского, Поленова и Коровина – удивительный антураж для празднования дня рождения. Коллекция Ростовского областного музея изобразительных искусств изначально пополнялась из лучших музеев страны – Эрмитажа, Третьяковки, Русского музея, но в Великую Отечественную гибли и шедевры живописи. В январе 1942-го их эвакуировали в Пятигорск, но от разграбления фашистами не спасли. Так что в июне 1946-го музей вторично открывался серьезно обновленным и начинал новый набор коллекций. У нас есть иконы XVI-XVII веков. Если говорить об иконах, то самый ранний период именно этот. Если мы говорим о живописи, то основная часть коллекции – это XVII-XVIII, большая часть XIX века, XX век, включающие в себя коллекцию как отечественного искусства, так и донских художников. Работы дончанина можно увидеть и в юбилей музея. Два зала занимает выставка Александра Савеленко о Ростове и не только. Сюжеты картин знакомы всем ростовчанам. Барахолка на Станиславского или центральный рынок с его стихийной торговлей. Здесь представлено цикл работы «Ростовские контрасты». Это как раз связано с нашими образами наших жителей Ростова. Простых людей. Мне интересны простые люди. Музей изобразительных искусств сейчас занимает два здания. Одно на Пушкинской, другое на Чехова. И хранит 6 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, проводя больше полусотни выставок в год. Без этого музея культурная жизнь города Ростова и Ростовской области была бы неполноценна. Поэтому большое счастье, что он есть. И с большим удовольствием сегодня мы отмечаем 80-летие. К юбилею сотрудники музея получили благодарности от губернатора. Елизавета Лосева, Фатима Зуравова, Николай Андреянов, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии была Лидия Романченко. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова